В этом магазине больше тысячи часов наручных, настенных, настольных. Все они должны показывать точное время. Поэтому все утро воскресенья продавцы будут заняты переводом стрелок на час вперед. В принципе, делается все быстро, потому что нет никаких проблем по поводу перевода стрелки. Когда на зимнее время переводишь, то нужно делать весь круг, полный оборот, потому что назад стрелки нельзя переводить. А когда на летнее время, на час вперед, то просто делаешь один оборот, на час переводишь. Коллега Оксана Михаил рассказывает, работу делят поровну. Половину часов он переводит сам, половину – Оксана. Консультанты говорят, переставлять стрелки на стенных легче, чем наручных. То есть, как бы на стенные, конечно, они крупнее, то есть легче сразу, допустим, снял со стены и перевел, а наручные нужно там, допустим, есть такие модели с большой водозащитой, завинчивается заводной ключ, пока ты раскрутил, перевел, там два положения, допустим, одно положение переводит число, второе положение заводного ключа переводит стрелку часов. То есть, больше по времени наручные часы занимают весь этот процесс. Часовых дел мастера подтверждают. Наручные часы с календарями переводить сложнее. Делать это надо аккуратно, чтобы их не поломать. Вот, здесь находятся как бы два календаря, да, вот, и такая система под циферблатом, что там находится зуб, который перебрасывает там понедельник, вторник, среда, четверг. Вот его нежелательно крутить назад, но в том числе ничего с ними не произойдет. Это просто нежелательно. В целом перевод стрелок дважды в год для большинства часов безопасен, добавляет мастер. Даже эти ходики, сделанные до революции, когда переход на иное время в нашей стране не практиковался, спокойно переносят современные стрелочные передвижения и послушно показывают новые часы и минуты. А вот кого не обманешь, так это петуха. Пернатый будильник по утрам кукарекает в одно и то же время, невзирая на временные изменения, говорит его хозяйка Людмила Болдарева. Петухи, мне кажется, они поют вот по этому времени, что вот сейчас. Вот я замечаю так. Я не знаю, как другие люди, я замечаю так. И нашим всегда говорю, петухи, я говорю, понимают, что никакого времени другого нет. Зато в воскресенье радуется Людмила, и ей, и всем соседям удастся поспать, как обычно. Всем остальным украинцам придется встать на час раньше привычного. Александра Христенко, Руслан Новиков, Владимир Ребриков, Панорама.